Мирлан, часто на улицах Якутска можно встретить вот такие вот необычные чехлы на автомобиле. Для чего они? Это в простонародье называется Наташа. Одевается на автомобиль, по сигналу устанавливается температура по двигателю. Допустим, если температура двигателя опустится до нуля, машина заводится. И под этим чехлом она сохраняет тепло. Тепло не выдувается. И зимой это в Якутске самый дешевый способ перезимовать авто не замораживая. Авто чехол одевается, затягивается понизу такая нитка и в выхлопную систему одевается вот такая труба, шланг. Так как часто начали воровать, бороться начали вот так, рисуя аэрозольной краской номера на весь борт. Так перестали воровать. А вот, собственно, почему Наташа? Потому что первые на рынке появились вот такие портативные гаражи под брендом Наташа. Потом только появились Arctic Box, Saha Tent и всякие разные. А у нас осталось название Наташа, проелось. Эти Наташи, кто возит на крыше вот так, очень удобно. Она привязана тут, скидываешь две резинки, одеваясь сразу. Кто-то в багажнике возит. Представляете, каково в минус 30, минус 40 стоять на остановке и ждать свой общественный транспорт. Но в Якутске начали потихонечку открывать теплые остановки, где можно подождать свой транспорт и погреться. В 2021 году в столице Якутии было построено 21 теплая остановка общественного транспорта и 16 еще в 2022 году. Теплые автобусные остановки открыты ежедневно с 7 утра и до 23 без перерыва. Никого, наверное, не удивишь открытыми рынками, но только не в Якутске, потому что здесь находится самый холодный рынок в мире. Это крестьянский рынок и его еще можно назвать самым большим морозильником, потому что тут все рыба, мясо торгуется на открытых площадках при естественном якутском морозе. Пойдем посмотрим, как это выглядит. Да, именно это и есть самая главная особенность и необычность крестьянского рынка. Находится он под открытым небом. Мясо тут продают либо огромными кусками и даже целыми тушками, либо напиленными блиночками. Такой способ разделки используется не просто так. Сильно перемороженное мясо очень сложно разделывать топором. При рубке образуется много отходов и осколков костей. Поэтому в Якутии популярна услуга распиловки, которая позволяет быстро разделить тушу на удобные куски. Из северных особенностей это мясо оленя и жеребенка. Якутская жеребятина это по сути молодая конина, но жеребятина намного нежнее, вкуснее и ароматнее конина. Еще тут можно купить северную ягоду и дичь. А вот такими стройными рядами продаются тут огромные замороженные рыбины. С ними, кстати, очень любят фотографироваться приезжающие туристы. Я не исключение. Также, благодаря тому, что рыбке приходится длительное время находиться под толщей льда, она набирает достаточно жирка и становится очень сочной и вкусной. Особенно ценится та рыба, что была поймана подледным способом. Подледная рыба ловится зимой, сразу замерзает и лучше сохраняется. Каждый район Якутии чем-то славится своим. Например, самый вкусный чир на строганину именно с чукурдаха. Или же, например, караси, скобяя, или же верхоянские зайцы. Поэтому на ценниках всегда об этом пишут. Ну а местные продавцы – это вообще настоящие герои. Мне в такую погоду уже минут через 30 стал не по себе. Они стоят тут на морозе целыми днями. Не холодно вам? Нет, не холодно. Сколько вы стоите? Шевелимся с утра до вечера. Да? И так вы и весь день стоите, да? Да. Целый день. Не замерзаете здесь? Замерзаем. Замерзаемся. Замерзаемся. Каким образом? Ходим в здание. Двигаемся. Какой самый большой минус тут был у вас? Минус 50 где-то было. По-всякому двигаемся, бегаем, играемся, чтобы не замерзнуть, главное. Субтитры сделал DimaTorzok